Здравствуйте! Меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я спрятала от ЦИК справку о пикантной судимости Иванисова. Это я показала УПЦ явление божественной прививки. Это я буду судить Версус, Зеленского и Тимошенко. Ну что, познакомились? На прошлой неделе прошел мой большой вечер в жарт-нэвом палате. Это был фурор, кайф и четырехчасовой бесконечный оргазм. Спасибо, родненькие! И специально для вас я расскажу о чуде, о настоящем русском чуде. Фурор рассказывает с замиранием сердца историю об этом источнике. У нас лично есть родник в самом начале, на въезде, и всю жизнь, сколько я там живу, он бил. Но когда пришли в Рейнс и Вейсайл, он перестал работать, функционировать, можно сказать. Люди были очень огорчены. Вот так родник пересох под ногами украинских карателей. Отказался русский колодец поить студеной водицей натовских прихвостней, чтобы засох корешок укропа и не окропил черным семенем донбасских старушек. Но что же было дальше? С колодцем так и остался заколдованным ключом в лапах кровожадных бандеровцев. Нееет. А мы были в оккупации, родник не тек. А когда пришел Моторола, он захотел воды. Он говорит, принесите мне воды. Ему люди отвечают, что родник не работает. Он говорит, а, не работает. Все обернулись, и родник действительно начал печь. Блядь, плакала вся маршрутка. Моторола исцелил родник, сука, автомойщик из Назарета. Ах, Нептун ебаный, русалка стыпова. Факир, повелитель жидкостей. Аквамен, без трезубца. Как же так? Как так вышло? А я знаю. Арсен провел двумя пальцами по краю колодца, и тот как сквертанул, и напоил сквиртом весь Донбасс. Когда она села на лицо, мне по плечам течет ручей, горячее, чем жакузи, чище, чем любой бассейн. Сквирь шампанского в зиплоке, помогает стать добрей. Узнала об этом жена Моторолы. Затаила обиду страшную, ревность хитростную. И приехали на следующий день 33 бойца из батальона Спарта. И расстреляли колодец, и разорвали между двух берез. Вы там с ума посходили? Сказочные долбоебы Донбасса. Вы что людям показываете? Вы что детей заставляете рассказывать? Они же завтра с педофилом в подвал пойдут. Деточка, я покажу тебе щенка, которого Моторола гладил. Привет, Джорджи! Не хочешь здороваться со мной? Не хочешь? Это уже начался необратимый процесс, друзья. Сейчас пойдут сказки, как Захарченко 33 года сидел на печи и курицу мороженую высиживал. Как Гиви полез в улей за медом. Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не боевик-манкурт. Это что? Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Но нарвался не на пчел, а на что-то покрупнее. Губарев Иван Дурак пошел за 3-9 земель в тундру за картошкой. А стал народным мэром Горловки и превратил ее в сказочный Багдад. Если вы меня не слышите, вы батю своего послушайте. Привет всем любителям русского мира и из Одессы мамы. Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко объявил, что стратегические бомбардировщики Российской Федерации Ту-22М3 провели отработку нанесения ракетного удара по Одессе в рамках учения, которые прошли этим летом. Пока вы на пляже лежали, за креветочки торговались и листики на нос клеили, братья на нас наводили ракеты. Что это, если не доказательство безграничной любви России к своему исконно русскому городу? Вот уверена, первый залп отрабатывался по одесскому оперному. Ведь это давняя мечта любителей русского мира после стольких лет посмотреть на две русские гордости сразу. На балет и ракеты. Гагарин с Плесецкой где-то там сейчас аж крякнули. Такая гордость за потомков. За дедов победа! Конечно, сейчас многие георгий-иванусцы завопят. Так это ж они освобождение Одессы мамы отрабатывали от украинской оккупации. Ну, ребят, тактическими ракетами города не освобождают. У них немного другое назначение. Хотя, может, Россия испытывала новый телепорт для возвращения русских домой? По городу бахает ракета, все испаряются, в облачке проносятся над ненавистной Украиной и выпадают тросой на Воронеж. А потом и по Воронежу бабах! И переносятся в Читу. Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ! Чита, Ясногорск, Агинск, Кусочи! А там уже и Сибирь. Это мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Эй, эй! Хочу обратиться лично к Олегу Филимонову. Олег, вы же знаете, что ядерное оружие в Украине запрещено. Но психологическое же нет. Прошу вас, как патриота города, восстановить десятку одесских анекдотов. И из огромных колонок транслировать их в море. Минуточку, я уже спускаюсь. Уверена, в таком случае ни одна гадина не рискнет к Одессе приближаться на ракетный выстрел. Яша, привет! Надеюсь, Сима здорова. Из новостей о пока фантастическом ударе по Южной Пальмире снова вернемся в мир сказок, которые происходят в реальности. Точнее, не происходят. В общем, не буду вас мариновать в томатном соке. В России запретили Чиполлина. Россия чемпион мира по свободе слова. На московском фестивале любительских театров молодые молодым запретили показ спектакля по мотивам повести Джани Радари «Приключения Чиполлина». Из-за введенных в него отсылок к современности. Интересно, какие такие отсылки? А вот какие. Диалог из одной из сцен. А давайте курятник построим. Зачем мне курятник? У меня и кур нет. Кого нет? Кур нет. А, кур нет. Но вы держитесь. Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Второй момент. Героя, видимо, дядюшку тыкву, лишают квартиры под предлогом реновации, национализации и экспроприации. Ну, у меня есть разрешение. Реновация. Я собственник. Конфискация. Я всю жизнь копил. Инфляция. У меня есть разрешение. Экспроприация. После такого выпиющего, подрывающего основы русского государства детского юмора, директор театра сцена Анжелика Петрова заявила, цитирую, Такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения. У нас сотрудники, семьи, ипотеки. А при чем тут ипотеки? У вас что, из-за спектакля про отъем жилплощади могут отнять жилплощадь? А при чем тут семья? Сказка Чаполина наступает на мозоль сеньору Помидору Помидоровичу Путину. И начальницу театра отправят в овощехранилище на 20 лет? И вот в чем Чаполина врал? Ешь она на осерянском, жуй! Оскорбление власти. Но здесь нет ничего смешного. В чемпионе мира по свободе слова произошло самое ужасное. Цензура на местах. Теперь не нужно издавать запреты прямо из Кремля. Люди сами из-за страха затыкают себе рот. Спасибо, спасибо, спасибо. Стоять! В тюрьму его! Россияне, не превращайтесь в овощи. Пусть лучше вас посадят и вы прорастете в чудо-сад. Чем молча сгниете на нижней полке холодильника. Итак, блин, с каждым, кто осмелится перечить самому кавалеру Кумидору? А если кто-то еще не согласен, то для него найдется теплое и уютное место в тюрьме! Стойте, так может Чаполина запретили не по политическим мотивам, а по патриотическим? Ну, в смысле, что может Чаполина похож на хохла? И вообще он не Чаполина, а Цибулина. Короче, наплачетесь вы еще там, принцы лимона и сеньоры помидоры. И на десерт я оставила тепленький, сладенький, свежеиспеченный на горящих жопах новоросов фейк. В сеть попал секретный абсолютно план украинского совбеза по реинтеграции неподконтрольного Киеву-региона. Если коротко, то сразу после получения Киевом контроля над границей, жители Донбасса ожидают зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто. Говоришь на мове, остаешься. Не говоришь, чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем, насильственное переселение во Львов на перевоспитание патриотам, бандеровцам. Такие дела. В Украине официальные власти подготовили план по депортации народа Донбасса. Конечно, все чистая правда. Вот одна проблема. Вагонов не хватает. Поэтому полиция уже сейчас реквизирует со всех аттракционов страны абсолютно все паровозики. Они так и называются. Все паровозики. Но все равно многим придется скакать на западную, на этих верблюдах, лошадках и бегемотиках. Как говорится, кто не скачет, тот щи хуячит. Ну а тот, кто не захочет депортироваться в Галичину, отправится либо в комнату смеха, либо в комнату страха. Выбирайте сами, Оренбург или Ставрополь. Давайте теперь по существу. Откуда взялась информация об этом плане? А тем более о том, что это государственная программа. Очередная несбыточная мечта президента Зеленского вылилась в целый документ, который на днях появился в интернете. И он уже вызвал массу споров, но больше смеха. Украина создала план депортации народа Донбасса, в котором говорится о переселении жителей ДНР и ЛНР в города Западной Украины. Но по традиции Киев мнение людей не спросил. А-а-а, текст появился в интернете. И автор аноним? Не, ну действительно, зачем проверять информацию, которую ты сам придумал? Лучше пойти и рассказать ее людям на улицах. Вы готовы переехать? Нет. Ну нет, конечно. А почему? Ну потому что нам там жить негде. Мы всю жизнь здесь прожили уже на пенсии, так что мы любим свой город, и нам Западная Украина и вообще не должно ничего. А в целом на Украину вернуться? Я здесь родился и вырос. Нам там делать нечего. Нет. Однозначно. Что мне с клоунами там делать? Нет. Лучше пусть оставят нас в покое, будем жить одни. Я нашла этого анонима. Действительно, казалось, ему можно верить. И он и с нами поделился очень важной информацией. Власти ДНР издали указ. Если гражданка хоть раз занималась сексом лежа не на иконе, а рядом не стоял духовник со свечой, забивают блудницу углем. Углем Владимир Путин издал указ о принудительной кастрации всех россиян, кто хотя бы раз не был на концерте Любе. Если женщина не была на концерте Любе, пришивать яйца и отрезать. Вышла секретная директива. Во все детское питание в России добавлять соплю Медведева. Так как Медведев не хочет, чтобы дети голодали, и постоянно сидит с мокрой головой возле вентилятора. У нас богатая и древняя история. И мы по правову ею гордимся. Указ Министерства здравоохранения ЛНР. Кто пьет боярышник и вот так мизинчик не отставляет, у того мамка умрет. Уважаемые пропагандисты и анонимы, может пора перестать срать людям в головы? Там почти уже пободок и хлюпает. Нам потом опять кредит МВФ брать на утенка и доместос. А вы это осуждаете. А теперь наша новая постоянная рубрика, которую мне подсказал Гуджонни. Янина всегда звонит каждому. Вы оставили столько номеров телефонов, что я не могу оставить их без внимания. Теперь каждую неделю я буду выбирать случайного счастливчика и болтать с ним. Сегодня я позвоню в Луганск и подарю два билета на комфортабельный сепаровозик. Или просто поговорю о жизни в молодой республике. Звоним. Алло. Добрый вечер, извините, что так поздно. Это я Нина Соколова, и я хочу сразу предупредить, что я звоню каждому, поэтому позвонила вам. Привет. Привет. Слава Украине. Здорово, Слава. Что там в Луганске? В ЖСПТ-8 ею шоу. Что, в ЖСПТ? Ну да. Это же у вас на час позже, чем у нас, да? Сколько сейчас у вас? Тоже в российское время, это же ничего не значит, слушай. Душу не поломаешь. Ну да, это правда. Ну а как Луганск? Я на самом деле уже сто лет никому не звонила в Луганск. Изменился как? Он всегда был учебным и некрасивным, на самом деле. Там и экспедиционный фонд Украины уже вздухли. Да? А почему так? Ну ладно, здесь бизнес держит на том, чтобы Пенсюков возить на этих, на год посты. Угу. Понятно. Ну а что, как вообще настроение? Что люди говорят, укропа вмочить надо, либо наоборот ждут, пока придут наши? Нет. Людям плевать ему, надо, чтобы хоть какая-то власть пришла. Угу. Будет это российское или украинское, может, все равно. Как они видят завершение этой всей истории военной? Что говорят? Потому что я смотрела пару опросов, и в этих опросах, ну, нет вожделения быть вместе с нами. И это очень грустно, в связи с, знаешь, там столько людей погибло. Ничего нет. Ничего нет? Ну, я, мы же все равно. Все равно? Ну, хотя, без такого-то закона. Если придет, то, конечно, они будут зрады. Придет Россия, они тоже будут, откровенно говоря, рады. Вот так. Ну, а вот вы, как бы вы хотели? Украину, Украину. И как вы там вот живете, живете в таких условиях? Прячетесь? Не говорите об этом нигде? Ну, это же сложно, наверное, я понимаю, насколько это сложно. Понятно и дело. На прорыва никто не хочет. Ну, да. И ваше окружение, оно такое же, либо что как? Такое же, да? Все такие. Как вы выживаете? За счет чего? Спасибо, пить всего, фонду Украины. Да ну. Ну, вы же, я слышу по голосу, вы молоды. У вас явно семья, в которой, наверное, ребенок не... Наверное, школьник, скорее всего, либо в садике. Откровенно говоря, откровенно говоря, в самом простом бизнесе, синиместная машина. 400 рублей с каждого на страницу и обратно. А, понятно, вот так вот, поняла. Поэтому и пенсионный фонд, все связано, я поняла. Ну, так? Ясно. Слушайте, ну, сейчас вас смотрят, не слушают, ну, не смотрят, смотрят-то на меня, но по телефону вас сейчас слышат очень много украинцев, которые на нашей территории и украинцы, которые вместе там с вами, и россияне нас очень много смотрят. Что бы хотелось сказать из того, что есть на душе, и хотелось бы, ну, вот как можно большему количеству людей это донести. Россиянам хочется сказать, что нахер. На принципах хочется сказать, что лечите вак в холлах. Аминь. Могу все, что добавить. Спасибо, что так со мной душевно поговорили и так поздно. Извините еще раз, снимаем мы поздно, мы же ночные котики, поэтому вечер же все-таки. Я знаю, смотрю всегда. Спасибо большое. Все, обнимаем вас. Уверена, что не за горами тот момент, когда мы будем снова вместе. Но, по крайней мере, знайте, что мы будем бороться за это до конца. Спасибо. Все, семье привет. До свидания. Пока. Да, пока. Ну, это невозможно слушать без слез, Игорь. И видишь, и сидит там человек, наш человек, который, ну, который умеет думать и вынужден с этими ебанами там выживать. Ну, я сейчас про власть, конечно же, так называемой республики. Ребят, ну, вы скоро будете с нами. Мы, по крайней мере, сделаем для этого максимум. А вот что сделает наша власть? Ну, вот если не будет делать так, как мы хотим, то придется ей подсказать. Поэтому не ссыте. Скоро будем вместе. Луганск – это Украина, и Донецк тоже. Пока. И напоследок традиционный дискуссионный вопрос. После принятия закона о продаже земли, когда примут закон о продаже рабов? Ответы пишите в комментариях. И если аргументы журналистов Радио Свобода для вас весомее, нежели аргументы всяких Портновых, Януковичей, Азаровых и Бондаренок, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте помогать нам донейтами просто сейчас, после окончания выпуска. Возьмите свою красивую карточку и красивой ручкой введите цифры по линку, которую вы найдете в описании этого видео. И напоминаю, что для нас важно, чтобы вы распространяли линки с нашими видео на ваших ресурсах. Мы с нетерпением ждем вас вот здесь, на нашем Фейсбуке и вот здесь, на нашем Инстаграме. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво и до встречи на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok